Теперь переходим к Юрию Латинкову. А Латинков, как раньше говорили, Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Я надеюсь, что Юрий Латинков будет блестящий садовод, талантливейший будет жив. Вот еще одна его грань. Я получил эти фотографии, выбрал две самые интересные. Кто бы знал, что это и это письме. Валерий Костиневич, добрый день. Большое спасибо за статью про облепиховое масло. Про эту статью надо тоже отдельно говорить. Вот. Так, ну-ка, секундочку. Ой, бывает, допустим, кто-то сейчас возьмет и напишет, что что-то не так с передачей. Нет, все, передачи не касаемся. Вот. Значит, про это отдельный будет разговор. Так. Читаю дальше. Так же, как я и обещала, отправляя фото. А знаете, кто... А, ниже-ниже отправляя фото скрещенные вишни со сливой. А подал название такого дерева. Сверприз Латинкова. С воображением Павел Латинкова. Ну, что я скажу. Еще одна грань таланта. Еще одного. Мы уже второй подряд, видите? Или третий, учитывая, что это тоже таланта мудрецца. Мы рисуем. Не хухры-мухрык. А то мы с ним все поливаем, поливаем. Помните, как тот медведь в этом мультфильме? Да, рыбка захотел. За вся коза, да, овцы, козы, да, эти самые. Быки, да, бараны. Ну, та же медведь в зубах ковырялся. И надоели ему. Рыбка захотел. И тут оказывается, Латинков, который мы, кажется, дальше всех продвинулись в прививках. В вегетативных гибридах. Вот. Я воскресил вишню. Сусливый. Вот вам и здрасте. Еще одна грань таланта. Ну, вы мне скажете, а зачем? А так как я свихнулся на подвоях, дальше говорить, то на раз догадались. Субтитры создавал DimaTorzok